Здарова народ, с вами Коди, как ваши дела? Как проходят ваши новогодние выходные? Я вот для вас пилю видео. Да, именно видео. Это не очеплятка, именно видео. Меня не первый раз спрашивают, Коди, подскажи, вот у меня есть, например, кнопочка подписаться, либо видеофайл подписаться, да, и как сделать так, чтобы он появлялся в OBS раз в 15-20 минут. И по сути в OBS так сделать нельзя, можно это сделать с помощью разных плагинов, но есть одно решение, про которое мы сегодня поговорим, и это решение не только для этого. Но к этому можно применить кучу разных действий, если у вас развито мышление, так скажем, да. Все это делается при помощи стример-бота. В стример-бот можно сделать очень много всего, но мы сегодня говорим именно про тайминг, появление и исчезание, и цикличность там раз в 10 минут. Вот. Для этого нам понадобятся стример-бот и OBS. Сначала заходим на сайт стример-бота, ссылка будет, как всегда, в описании. Заходим, качаем, устанавливаем. После этого заходим в OBS и открываем наш стример-бот. Теперь нам надо сконнектить стример-бота с OBS. Тут все просто. Заходим в Steam Apps, нажимаем добавить, пишем любое название, какое хотите и выбираете версию WebSocket. 4.9 либо 5. Лучше выбирайте 5, она новее и лучше. Допустим, вы выбрали порт, смотрим, 4.4.5.5. Окей, пароль нам не нужен. Допустим, это мы запомнили. Теперь заходим в OBS и сервис, настройки WebSocket, его включаем. Потом включаем оповещение в трее, чтобы когда вы запускали стример-бот, у вас было уведомление, что он работает. Теперь смотрим порт, 4.5.5.4.5.5. Отлично. Включено, включено. Но есть такая проблема, как хост. Если у вас эта штука не работает, то показать все сведения, и вот здесь вот будет у вас прописан хост. Его копируете, вставляете сюда, и тогда будет коннект, если вдруг у вас с этим портом не коннектится. В принципе, в этом все. Когда вы подключите, нажимаете, здесь вот будет подключиться, у меня сейчас дисконнект стоит, будет коннект. Нажимаете, у вас тут будет Yes, тут появится эта вот штука. Значит, все подключилось, все работает. Будет уведомление в трее, что все подключено. Теперь можно начинать. У нас есть два окна. Это Action и SubAction. То есть действие и поддействие. В действиях мы создаем, что мы будем делать. И в SubAction мы делаем ряд манипуляций, которые должны происходить с нашими источниками. Поэтому давай начнем. Первое. У нас может быть либо картинка, либо видеофайл. Они, в принципе, добавляются и делаются аналогично, но с видеофайлом чуть-чуть там будет по-другому. Смотри. Первое. Допустим, мы добавляем файл. Я тут скриншот сделал из анимации, которая будет потом. Допустим, сейчас мы уберем фон здесь. Фильтры. Цветовой ключ. Сделаем его черненьким. Окей. Все. Убрали. Теперь нам нужно сделать так, чтобы наш файл появлялся, висел там, например, 5 секунд, потом уезжал обратно и через 10 минут повторял свои действия. Для этого нам нужно в OBS сначала сделать появление и исчезание. Для этого мы просто на файле нажимаем правой кнопкой мыши. У нас есть показать и скрыть файл. При показе я хочу, чтобы он, нажимаем сдвиг, выезжал вверх. Окей. И при отключении источника, скрыть. Я хочу, чтобы сдвигом он уезжал вниз. Сейчас он виден. Я его скрываю, он уезжает вниз. Когда я хочу показать, он выезжает вверх. Все. Это готово. Теперь здесь, в стример боте. Давайте я опущу его чуть ниже. Теперь в экшен создаем наше действие. Назовем его 1. Теперь мы должны в саб-экшен создать действие на наш источник. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши. Ищем наш OBS. Источники. И нажимаем видимость. Здесь выбираем сцену 2. Правильно. И source нам нужен скриншот 2. Выбираем здесь скриншот 2. Это появление, исчезание и переключение. Нам нужно переключение. То есть мы нажали. Исчезло. Нажали. Появилось. Окей. Теперь как это зациклить. У нас создано действие на нажатии. И теперь нам нужно, чтобы эта штука появилась, провисела, например, какое-то количество времени. Давайте поставим Core, Delay. И тут выберем задержку. Задержка у нас исчисляется в миллисекундах. Давайте напишем 15000. 15000 миллисекунд. Это сколько у нас будет? Правильно, где-то 15 секунд. Допустим, вот оно висит. И теперь нам нужно эту штуку сдублировать. Правильно. Правильно. Поэтому мы просто нажимаем сюда. Дубликейт. Теперь у нас здесь будет нажиматься. Проходить 15 секунд. И снова нажиматься. Правильно. Правильно. И потом, спустя какой-то промежуток времени, будет появляться заново. И как нам этот промежуток времени сделать? Правильно. Заходим в Setting. Time Action. И создаем Time Action. Пишем любое название. Тут уже в секундах. И тут выбираем, допустим, раз в 20 секунд. Я хочу, чтобы оно появлялось. И теперь в Action выбираем нашу цифру 1, которую мы сделали. Select. ОК. Сейчас он апдуплит это все. И начнется движение. Как-то так. В принципе, можно сделать тайминг любой. Например, 3 секунды. И эта штука будет просто дергаться вот туда и сюда. Думаю, тут суть понятна. Теперь, как это сделать с видеофайлом. Допустим, добавляем то же самое. Что у нас было? Только видеофайл. И мы должны понять, сколько длится наш видеофайл. Можно нажать правой кнопкой мыши. Свойства. И подробно посмотреть. У нас он длится 6 секунд. Теперь также создаем Action. Добавить. 1, 2, 3. ОК. Теперь в SubAction создаем примерно то же самое. Нажимаем OBS. Source. Показать. Выбираем наш Phone 2. И... Подписка. И здесь нужно сделать. Показать. ОК. Теперь добавляем Core. Delay. Нашу задержку. И 6 секунд. Это 6000 миллисекунд. И теперь добавляем то же самое. Нажимаем Duplicate. И здесь мы просто меняем Visible на... О. Вкрыть. Теперь получается... Здесь мы отключаем. Когда мы... Наше действие срабатывает. У нас анимация появляется. Проходит 6 секунд. Правильно? Да. И эта штука у нас должна отключить источник. Потому что каждый раз он должен появляться. Теперь также заходим сюда. Нажимаем Добавить. И выбираем сколько вам нужно миллисекунд. Допустим, также давай поставим 10 секунд. Будет у нас промежуток. И здесь мы выбираем правильно. 1, 2, 3. ОК. ОК. Теперь раз. В 10 секунд. У нас будет анимация появляться. Проигрываться. 6 секунд. Выключаться. И через 10 минут будет происходить то же самое. И он выключился. Источник. И вот опять начался. То есть, теперь вы понимаете как это все дело зацикливать и убирать. В принципе, такие дела. В общем, это вот примерно вот так вот работает. Ничего тут по сути сложного нет. Если есть креативное мышление, то даже можно за баллы канала до хрена всего интегрировать. То есть, вам нужно будет зайти в платформы, привязать свой твич. Тут есть channel points. И тут создаете любую команду. Человек вам может выключить вебку. Убрать вебку. Передвинуть вебку. Сдвинуть сцену. Выключить сцену. То есть, можно много всякого говна здесь придумать. Прям очень-очень много. Недавно я вот себе сделал вот такую вот штуку. Давайте зайдем на стрим. Вот такая вот у меня теперь вебка. Я поменял дизайн себе немного, да. И многие могут увидеть, что у меня теперь нету здесь сбора средств под вебкой, где он был раньше. Теперь там у меня просто какие-то метрики. Но иногда я бы хотел, чтобы он был. Просто появился, показался и ушел. Потому что даже не столь факт, что, например, я хочу там купить, да, там либо чтобы люди помогли. Не в этом дело. Мне нравится что-то дизайнить. Что-то придумывать. И вот у меня эта штука появляется вот так вот. Раз в 10 минут у меня появляется сбор средств сверху. Написано, на что я собираю. Сумма в конце. Люди, которые помогают. То есть там будет последний человек. Может быть сделаю скролл людей. Пока не знаю. Вот выглядит это пока что вот так вот. И потом оно опять же уезжает обратно. Оно в 10 раз в 10 минут появляется. Висит 5 секунд. И улетает обратно. Это не нагромождает экран. Но когда выезжает. Это визуально такой типа вау. Круто. В общем, если у вас есть фантазия. Тут можно придумать просто до хрена всего. Также если у вас есть идеи. Какие-то да в голове. Вы можете приходить на стримы. Рассказывать свои мысли. Если будут какие-то крутые идеи. Мы прям на стриме может быть что-то разгоним. Что-то сделаем. Придумаем. Потому что ну. Иногда бывает моих мозгов не то чтобы мало. Но прикольно когда тебе накидывают идею. И ты эту идею можешь разогнать. Это тоже круто. Поэтому не забывайте приходить на стримы на твиче. Вот. Подписывайтесь на канал на ютубе. Ну и всем хороших праздников. До скорых встреч народ. Не болейте. Пока.